Существует много споров, какая же машина была первым кроссовером, когда ввели этот термин кроссовер. Кто-то говорит, это был RAV4, кто-то говорит, это был Subaru Forester. На самом деле, мне плевать, сегодня у нас на обзоре RAV4 четвертого поколения 2018 года. Субтитры сделал DimaTorzok С 1994 года сменилось уже много поколений RAV4. Вот это уже четвертое, уже есть пятое поколение, которое выйдет в 2019 году. Это уже далеко не тот аляпистый лягушонок, как его в народе прозвали RAV4. Это уже солидный автомобиль, кроссовер, он широкий, довольно комфортный и в нем много очень места. Обратите на внешний вид передней части этого автомобиля. Ну, такое ощущение, сейчас Toyota все стандартизирует под одно. Взяли Corolla новую, сняли шкуру, натянули на кроссовер. Получился RAV4. Как-то так. Давайте заглянем в двигатель, посмотрим салон, багажник и прокатимся. Под капотом у нас двигатель 3ZRF-AE. В принципе, двигатель достаточно новый. Коробка здесь стоит такая же, как на Camry, абсолютно. И у нас тут 158 лошадиных сил. Обратите внимание, сейчас все компьютеры стали устанавливать под капот сюда. То есть, раньше, если компьютер стоял в салоне под торпедой, то сейчас все здесь. Ну, не знаю, насколько это удобно. В плане безопасности, то, что проводов от двигателя меньше идет в салон, в плане возгорания, это лучше. Ну, а то, что если, допустим, вода может попасть на компьютер, как-то двоякое ощущение. А так, двигатель компактный, крышечка на нем большая, а так, двигатель небольшой. Места здесь много, подлезть можно везде. Ну, неплохой двигатель, не знаю, как он себя покажет, посмотрим. А без шумки у нас, как таковой, нет. Здесь стоит такая из какого-то материала, что-то типа пробки, что ли. Защита тепла для двигателя. И, ну, сами видите, да, какая тут обесшумка. То есть, не ткань, а какой-то непонятный материал. Он похож на пробку, что ли, такой высохший поролон прессованный. Не знаю, как еще назвать это. Ну, шум двигателя из салона слышно, а без шумка здесь не очень хорошая. Фары у нас адаптивные, с линзами. Дизайн прикольный у фар. Здесь у нас габариты, которые ночью прекрасно так светятся и неплохо выглядят. Ну, мордочка, как еще раз говорю, такая же, как на Короле практически. То есть, дизайн у них стандартизированный, у Тойоты. Сейчас посмотрим, что у нас в багажнике. Так, здесь стоит камера заднего вида. Багажник у нас автоматически открывается с кнопки. Все клево, комплектация полная. Ну, места здесь достаточно, я бы сказал. В принципе, погрузочное, хорошее. И можно много чего положить. Есть вот такая вот сторка в багажнике. И Софик сиденья. Посмотрим. Здесь. Здесь докатка, инструменты и все. Там снизу, кстати, пенопласт и вот эти вот детали пластиковые. Как-то так. Багажник, да, нормальный, в принципе. Ничего такого. Плюс еще, если сиденья сложить, объем багажника намного увеличится. Сейчас посмотрим, что у нас на задних сиденьях. С кнопки закрывается. Отлично. Сзади у нас есть подогревы, но это уже стандартная опция для всего. Сейчас посмотрим, сколько здесь места. Ну, как видите, места здесь достаточно. Машина большая. Это не тот RAV4, который был. Также до потолка тоже. Здесь сидеть комфортно. Ну, ничего лишнего вообще нет. Есть розетка на 12 вольт. Ну и все. Потолок черный. Подсветка. Все простенько. Доводчики, ручек есть. Под бутылки. Отдел. Есть подлокотник. Да, есть подлокотник с квадратными подстаканниками. Надо же. Интересное решение. Ладно, пойдем вперед. Панель, мне кажется, очень такой громоздкая, если честно. Прям нависающий. Огромные кнопки. Дисплей хороший. Ну, кнопки капец. Это для слепых, наверное. Такие огромные. Ручка переключения. Вот здесь снизу у нас находится режим эко и спорт. Мне кажется, не очень удобно туда лазить. Подогрев сидений. Обогрев ветрового стекла. Здесь можно подключить USB и АУКС. И розетка на 12 вольт. Здесь под телефон, не знаю, скорее всего, хотели сделать беспроводную зарядку, что-то такое. Телефон сюда влазит. Как раз ложится под телефон. Здесь какие-то кармашки. Один подстаканник. Это водительский, наверное. И здесь у нас пассажирский подстаканник. Ручник. Ступенчатое переключение коробки передач. Плюс режим мануал есть. На руле круиз-контроль. Вот такие огромные шайбы и кнопки мультируля. Это у нас, по-моему, управление бортовым компьютером. И телефон, звук, туда-сюда. Вот такая штука. С этой стороны по кнопкам у нас управление зеркал. Зеркала складываются. Подогрев руля. Опять же, не на руле, а где-то. Кнопка открытия багажника с салона. И блокировка межосевого дифференциала есть. Прикольно. Блокировочка на RAV4. Обратите внимание, кнопка отключения трекшн-контрола. Ее спрятали вообще вот куда-то сюда. Аварийка. Мультимедиа. Тут навигация есть. Ну, такие прям кнопки. Прям вообще я поражаюсь. Почему такие огромные кнопки сделали? Бардачок посмотрим. Есть доводчик. Бардачок такой большой. Достаточно вместительный. Здесь есть еще полочка сверху. Ну, такой семейный кроссовер, да. Наверху подочечник, кнопка SOS, управление светом. Здесь все просто. Это микрофон. Сюда отлично вмещается лопатник. А под ним еще есть ниша, куда можно что-нибудь положить. Интересно. Ну, прикольно. Он не двигается стационарный. Все в коже. Вот так. Ну, что, проедемся? Кстати, забыл сказать. Здесь, смотрите, есть помощь при спуске. Система DAC. Короче, заводим и поехали. Ну, господа, первые минусы. Во-первых, в машине очень шумно, как я говорил. Обещанка здесь очень слабенькая. Слышно и двигатель, и окна закрыты, и снаружи все слышно. Ну, если вы купите, даже в полной комплектации, вам придется еще вложиться деньгами, чтобы нормальную обешумку сделать. Управление. Ну, автомобиль послушный, на педаль газа. Хорошие тормоза, руль очень такой информативный. В принципе, рулится нормально. Но такой прыти прям я в нем не заметил. Давайте спорт режим поставим, попробуем. Мя! Разницы нет, что эко, что спорт одинаково. Ну, на 2 литра он едет, в принципе. Ну, и небольшой расход имеет. По заводу-изготовителю говорят, что по трассе расход где-то 7 литров, в городе где-то 9-10 литров. Это не так, на самом деле. Всегда идет преуменьшение от завода. Конечно, чуть побольше. Нам предоставил этот автомобиль имидж авто. Большое им спасибо, что они поддерживают. Ну, как бы вы в комментариях не писали, что много рекламы, но где-то же нужно брать автомобили, там, я не знаю, на что-то жить блогерам. Так что мы крутимся, вертимся. Имидж авто, на самом деле, очень хорошая компания. У них много автомобилей разных, которые можно взять на прокат, если у вас, допустим, какое-то мероприятие или просто вам нужна машина на какое-то короткое время или на долгое время. Кстати, чем дольше вы будете эксплуатировать автомобиль, тем меньше будет цена аренды, которую вы будете платить за него. У них вот такие правила. Это очень удобно. Так что все ссылочки оставлю в описании. Также сайт их. Зайдите, посмотрите. Вдруг вас что-то заинтересует. Может, вам, возможно, будет нужен автомобиль. Они вам его предоставят. Кстати, продажники, да, ну, менеджеры по продажам, кто продает эти автомобили, они говорят, что автомобиль RAV4, его собирают прямо в Японию, оттуда везут. Ну, возможно, я не утверждаю, что это прям точно то, что я говорю. Возможно, это не так, потому что в Китае стоит завод, где производят эти RAV4, вплоть до того, что даже производят двигатели на RAV4. Но по статистике за 2018 год в самом Китае было продано 10 тысяч автомобилей RAV4. То есть они, в принципе, там не популярны. Скорее всего, этот завод работает на, скажем так, экспорт. Непонятно, конечно, куда. Я ничего не утверждаю, не буду. В общем, просто прошла такая информация. Сами же китайцы, по сути, на этом же заводе. Завод называется, по-моему, FAV Toyota. И там продается автомобиль, похожий на RAV4. Это Cherry Tiggo. Он прям вот один в один, как будто слизанный с RAV4. Этих автомобилей там было продано 70 тысяч. То есть 10 тысяч 70. Или китайцы, скажем так, такие патриоты, что они покупают именно бренды свои. Либо просто RAV4 несоизмеримо дороже, чем этот Tiggo. Ну, как-то так. Ну, говорю, вопрос спорный, откуда эти машины идут. Сборка японская, либо китайская. Этот завод, FAV Toyota, он в год 148 тысяч автомобилей именно RAV4 собирает. Ну, серьезная цифра, согласитесь. Вообще, RAV4 в мире считается самым популярным кроссовером. Ну, особенно в Европе, в Штатах. Вообще, по всему миру, по статистике, за первую половину 2018 года было продано 408 тысяч 700 этих автомобилей. Опять же, экономика должна быть экономной. У водителя сидение электрическое полностью, можно там спинку, даже поддержка поясницы есть. А вот у пассажира все механическое, с этими ручками, дергалками и так далее. Сэкономили. Ну, а в целом, несмотря на эти все минусы, да, ну, неплохой городской семейный кроссовер, который, он небольшой, везде втиснется. Его можно припарковать свободно. Он такой стильный, выглядит очень хорошо. На нем приятно ездить, он хорошо рулится, не дергается, ничего такого. То есть, приятный разгон, приятное торможение. Ну, все не так плохо, как кажется. По цене начинается старт где-то от 9 миллионов 600 тысяч тенге. Это самая такая бедная комплектация. Ну, и в комплектации люкс отдадите 13 где-то миллионов, 13,5 в зависимости от количества опций. Ну, я считаю, это дороговато. Именно для такого кроссовера, для RAV4. Ну, куда деваться, такие цены у нас. Доллар подскочил. И, соответственно, цены тоже. Так что, вот, думайте. Если, в принципе, вам этот автомобиль нравится, да, вы фанат, да, да, можно отдать такие деньги. Но я думаю, что за эти деньги много интересных других автомобилей можно посмотреть. Намного лучше, хоть и годом старее, но лучше. А так, прикольно, ну, на вид, конечно. Все, что хотел сказать о RAV4. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!